Добрый день, ваш кредитный рейтинг повышен. Банки считают вас лояльным и достаточно надежным клиентом. Вам предварительно одобрен займ до 30... Ой, хочется сказать, не пизди-ка ты, гвозди-ка, да, но это робот. Это у нашего-то клиента рейтинг повышен. Нет, друзья, все, кто пишет вопросы типа, если к вам обратиться, то больше никогда не возьмешь кредит? Да, не возьмешь. Если к нам обратиться, это все конец вот этой вот пьяной заоблачной жизни. Если алкоголик идет к доктору, к наркологу, чтобы зашиться, закодироваться, это означает, что он больше не сможет пить. А если начнет, то последствия будут еще хуже, чем были до этого. Это называется срыв, неконтролируемый. То же самое все это касается всех клиентов компании Алям. Те, кто принял решение обратиться за помощью к юристам компании Алям, будь то банкротство, либо оптимизация задолженности, создание условия, когда кредитору станет выгодно отказаться от претензий. Запомните раз и навсегда. Это и есть излечение. Это четкий конкретный сигнал для самого себя. Я пошел в другую жизнь, в другую реальность. В настоящую, а не в эфемерную. Человек получает кайф не от выпитого стакана спиртного. Это иллюзия кайфа. Настоящий кайф от настоящей жизни. Настоящий кайф вы начнете получать, когда научитесь жить по средствам, когда откажетесь от халявы. Кайф, 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 кайф. И поверьте, очень многим нашим клиентам ипотеку дадут. Да, не дадут кредит на всякую чепуху типа нового телефона или там 350 тысяч для того, чтобы что-то сделать. Не дадут. Но ипотеку, скорее всего, дадут. Мне одобрили ипотеку. А вы знаете многие мои историю. Кто не знает, пожалуйста, посмотрите наш канал «Просто мысли». Еще один канал, где я, кстати, свою историю рассказываю. Также я свою историю рассказываю на плейлисте «Обращение Кузнецова». Дмитрия на этом канале. Нет, не дадут. В этом-то и суть. Смысл обращаться к доктору за помощью. Если вы собираетесь после того, как обратитесь к доктору, начать делать то же самое, от чего вы заболели. Будет то алкоголь, отравление, что-то еще. Да, первое время будет тяжело как тому алкоголику, который отказался от алкоголя. Будет очень хотеться вернуться обратно. Будет просто непонятно, как жить по-другому. Как жить без этой водки или там чего. Кто алкоголик употребляет. Но в скором времени наступит облегчение, а потом понимание, а потом вам начнут снится сны, страшные сны из той жизни, как будто вы взяли кредит. Как я знаю, вот многие ребята у меня знакомые, которые очень горько пили, а потом рассказывают, когда уже справились с этим, как им снится страшно. Да, многие, наверное, люди слышали такие истории, когда бывшим алкашам, а уже нормальным людям, снятся сны, как будто им кто-то там подсунул водку. Они просыпаются в холодном поту от того, что вроде выпили водку. Вот. Так же и с кредитами. Потом вам будет сниться в страшных снах, что вы хотите взять кредит, и вам его дают. Я знаю пожилых людей, живущих на пенсию. Что бы там-то они говорили. Да, конечно, они не живут припеваючи, но они живут на пенсию, еще умудряются что-то откладывать. Знаю я лично таких людей. На 15 тысяч рублей в месяц. В крупном, большом городе, такой как Питер, Москва. Алло. Обезопасьте себя от возможных встреч с коллекторами. Совершите звонок нам. Вот это да. ООН. А куда надо позвонить? 8800-230. А куда надо позвонить, чтобы они наоборот пришли? Вот с вероятностью в 100% дайте такой телефон, чтобы туда позвонил, и вот как будто сантехника вызвал, обязательно придет. Вот куда позвонить, чтобы коллектора пришли? Коллекторы. Вот этот телефон нам бы кто дал. А нет такого телефона, потому что никто не придет. А если и придут, то попадут, скорее всего, на канал Аляам, в плейлист видео с коллекторами. Посмотрите этот плейлист, посмейтесь, обезопасьте себя. Алло. Я вас слушаю. Добрый день. Меня зовут Владимир Елизавета Дмитриевна, старший специалист отдела клиентского взыскания АО Альфибанка. Разговор записывается. Санислав Александрович, вам знаком? Елизавета вас зовут, да? Что? Елизавета вас зовут? Да, да, верно. А вот меня... Вот вашу фамилию я не услышал, хотя свою могу заявить четко и отчетливо. Почему вы свою фамилию скрываете? Я не скрываю свою фамилию. Меня зовут Заматаева Елизавета Дмитриевна. Заматаева. Просто в первый раз, когда вы представлялись, такое ощущение было, что вы специально ее проживали. Заматаева. Елизавета. Вас очень плохо слышно сейчас. А что случилось у вас с ушами? А что-то у вас со связью? Нет, это у вас шуршит. У меня ничего не шуршит. Чего? Станислав Александрович, вам знаком? Да, Станислав, это я. Я же сказал. А, это вы. Ну да, это любое. Звонок поступает касаемо вашей задолженности. На сегодняшний день у вас еще есть возможность вернуться в график платежей. при условии, что вы университете 92 тысячи рублей в течение сегодняшнего дня. В обход арест или после учета маринга? В обход арестного заплаты через кассу Архабанка или через терминал? Какие перспективы у вас на повышение долга? Как вы сказали, есть у меня еще шансы, да? А если у меня нет желания? Как я сказала, есть возможность, я сказала. Ну, возможность-то есть. Вполне вероятно. Желания нет. Причем в обход не ареста, а в обход закона что-то делать, да? Ну, так вы не делаете ничего в обход закона? А как это не делать? Что если судебный пристав, обеспечительные меры наложил на все мои счета? И первое, что должно происходить с моими деньгами, которые попадают на любой счет, они должны уйти на реестр судебных приставов. То есть я не хочу быть пособником в нарушении закона. Законно вас не проводили. Да ладно, да говоришь банк, подразумеваешь наебалово. Да пожалуйста, оплачивайте вместе с арестом. Вместе с арестом, да? Да. А, ну, в принципе, это вот Альфа-банк в суд подал, да? Альфа-банк пока что на вас в суд не подавал. Так вот, поэтому все очень просто. Те, кто считает, что ему кто-то... Та организация, которая считает, что я должен, спокойно доказала свои претензии в суде. И я согласен, я им должен. Как будет, комфортными платежами я буду это закрывать. А Альфа-банк не удосужился это доказать в законном формате на основании третьей статьи Гражданского процессуального кодекса, а просто звонит и говорит, отдай. Так вот, я в первую очередь буду отдавать тем, кто в законном формате подтвердил свои претензии. И вообще не буду отдавать тем, кто просто хочет. Подавайте в суд, подавайте в суд и доказывайте, и что вы думаете, что я вам должен. Чего? Чего? Ещё? Ой, со связью? Беда со связью. А взаимодействовать, пожалуйста, мне это радует. Попробуйте только перестать взаимодействовать. Вот обязательно взаимодействуйте, без прерыва. Я вам разрешаю чаще, чем два раза в неделю звонить. Почаще звоните. Разрешаю я вам. Станислав Александрович, вам звонки в рамках федерального закона 230-го будут продолжать поступать в Паттайном удовольствии. Так вот, я и... Конечно, конечно, они тоже с удовольствием будут принимать ваши звонки и уже принимают. Иногда даже просят у меня телефон. Вы не представляете, пожалуйста, в третьем лице. Понимаете, вот ничем не можете замотивировать. Вот ничем. Не взыскалась, да? Елизаветушка. Алло, здравствуйте. Я вас приветствую сердечно. Кто это? Николай Николаевич. Вы верно, да? Это я. Вы кто? Я же спросил, кто это, с кем разговариваю. Давайте я вам представлю. Отлично. Меня зовут Евгения Игоревна Кожевникова. Компания Вива Деньги. ОНФК Цеспан. Ведется запись. Николай Николаевич. Я вас слушаю. Нафиг я оплачиваю договоры займа. Чего делаю я или не делаю? Не оплачиваете задолженность. 27 682 рубля на сегодняшний день. Так, и что? Ну, оплачиваю или не оплачиваю? У вас не оплачивая задолженность в размере 27 тысяч. Да. А какая организация, напомните? Что-то как-то связь не очень хорошая. И Вадим. А, это онлайн, да, вот это вот, мурах. Ну, понятно. Ну, не оплачивай, не оплачивай. Ну, что ж, смиритесь. Ну, а почему мы должны с этим смириться? Да, можете не мириться, можете жить с этим просто нейтрально. Я бы на вашем месте так и поступил. Так проще. Все равно же ничего не заплачу. Почему вы так считаете, что вы ничего не заплатите? А, я просто считаю себя здравомыслящим человеком, что я буду платить кому-то, там, хотелки чьи-то удовлетворять. Вот, делать нечего. У меня есть приоритеты. Интересно узнать, какие? Ну, семья, дети, собственные удовольствия. Я люблю вкусно покушать. Хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Вот такие, как минимум, что первым в голову приходят. Да. Я согласна с вами, что семья и дети, это является первостепенным. Конечно. Но, вы же, когда займ оформляли, вы знали, что у вас есть семья и дети? Вы вообще рассчитывали погашать или нет? Да вы еще докажите, что я что-то там оформлял. Вы что, там, поновыдумывали себе? Николай Николаевич, ну, доказать не составит труда. Договор подписан электронной подписью. Да ладно. На основании 63-го федерального закона, да? Прямо вот так и подписан, да? И как раз таки в 63-м федеральном законе четко в первой статье как раз таки указано, что такое и как ее получить. Ту самую электронно-цифровую подпись, да? Аналог упрощенной электронной подписи. Давайте на эту тему поговорим. Вам приходилось смс-поверение на телефон. А на чей телефон? На чью сим-карту? На ваш телефон. Да ладно, а как вы определили? Которую вы указали. Я указал телефон своей покойной тещи. Беда. Паспортные данные указаны ваши. Паспортные указаны мои данные. Но смс пришла. Договор работал на вас. Какой договор? Как должен выглядеть договор на основании 808-й, по-моему, или 810-й, если мне память не изменяет где-то в этом промежутке, между физическим и юридическим лицом? Как должна выглядеть долговая расписка? Откройте личный кабинет. Так, то есть, то, что вы там придумали, это одно. А закон говорит совершенно о другом. То есть, вы придете в суд. Давайте поиграем в судью и истца. Ну, я и в ответчика заодно. Да, вот мы с вами в зале суда. И вы сформировали иск. Кроме иска, вам, естественно, вот так, как рассказано в законе, больше предоставить в банк нечего. Ну, не скажете ли вы, что вы прошитый ноутбук предоставите? Или, там, может быть, скриншоты какие-то прошьете, печатью своей заверите? Ну, это же смешно, да? И судья говорит, вот, уважаемый истец, я сейчас вижу иск, который вы на основании третьей статьи Гражданского процессуального кодекса предоставили в канцелярию суда, и он попал мне в руки. По вашему мнению, Николай Николаевич должен вам столько-то тысяч рублей. Окей. Николай Николаевич отрицает это. Он говорит, вообще ничего не брал. Пожалуйста, на основании 808 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации предоставьте доказательства. То есть вы пишете, что был заключен договор. Хорошо. Подписан был простой электронной цифровой подписью. Как мы проверили, значит, Николай Николаевич не оформлял никакой электронной цифровой подписи. Не ходил в удостоверяющий центр, не подписывал никаких бумаг. Право подписывать какие-то документы у него отсутствует. Электронной цифровой подписью. Более того, ваша организация, вы меня слышите, я надеюсь, да? Ваша организация тоже нигде не зарегистрирована, как правообладатель выпуска документов, подлежащих подписанию с помощью электронной цифровой подписи. Итак, тогда вам остается, чтобы подтвердить свои претензии, предоставить на основании 808 статьи гражданского кодекса нашей великой, могучей страны договор, долговую расписку. А вы говорите, судье, ваша честь, откройте личный кабинет. А ваша честь говорит, передайте подзатыльник через судебного пристава, который сейчас находится в зале суда, вот этой дамочке или представителю истца. Потому что нельзя так говорить. Ваша честь, откройте личный кабинет. Ваша честь хочет увидеть документ. Да, однако все-таки, Николай Николаевич, Я ваше внимание обозначу, что вы сейчас обращаетесь к судье. Мы играем небольшую игру. Сейчас вы обращаетесь к судье. Я обращаюсь к вам, уважаемый Макеев Николай Николаевич. Нельзя, нельзя. Нужно разрешение у суда спросить сначала. Можно ли обратиться к ответчику? Ну хорошо, я как судья говорю. Николай Николаевич, ответьте. Да, давайте. Хорошо. А почему же вы тогда не пошли оформлять кредит в какое-то отделение банка, да, или отделение какой-то кредитной компании? Я не говорю именно о нашей, о других каких-то. Протестую, Ваша честь, это не имеет отношения к делу. Это не должно интересовать истца. А что такое? То есть изначально, изначально вы взяли займ онлайн. Протестую, Ваша честь, я не брал займ. Да вы не кричите, да вы не нервничайте, вы не нервничайте. К порядку, к порядку, истец, а то мы будем вынуждены выпроводить вас из зала суда. Вы не нервничайте. К порядку, к порядку. Продолжайте, продолжайте, только следите за интонациями. Это сейчас судья возмущается. И ответьте на вопрос, да, почему же вы не пошли займы оформлять с документами, с бумажными, чтобы подпись собственноручно ставить, а оформили онлайн, для того, чтобы потом оспаривать этот договор? Какой договор сейчас? Уважаемый истец, уважаемый истец, о каком договоре вы сейчас говорите? Она пыталась, она выжимала из себя что-то. Но вот таким вот образом я иногда способен достучаться. Да, вот, ну, что там у них, остатки мозга. Ну, сейчас, друзья, напишите в комментариях, мне очень интересно, достучался? Ну, или давайте лайками отметим. Кто считает, что достучался, поставьте лайк. Ну, либо, если считаете, что не достучался, напишите. Хорошо? Кто же вы, если солидарны со мной, да, вот во всем общем движении, поставите дизлайк, ну, типа будете за этих вот. А тогда, если вы не согласны со мной, если кажется, что вот она совсем тупая и такая и умрет, то просто напишите. Ну, или, конечно же, я вообще всегда ратую за то, чтобы писали комментарии. Читаем, поверьте, читаем, не всем могу ответить. Но каждое утро в 8 утра я открываю компьютер, в 8 утра у нас выходит новый ролик в будни. И я первые полчаса сижу, обновляю страницы, во всяком случае, первые полчаса, час, вот за завтраком, я постоянно все читаю. То есть, самые первые комментарии я читаю. Потом в процессе, в течение дня, когда у меня есть свободная минутка, я опять читаю комментарии, лайкаю, отмечаю, что мне это понравилось. Иногда, если у меня есть время, я отвечаю на какие-то особо интересные комментарии. Прям пишу людям, да, есть и такое. Но физически всем отписаться невозможно. Ну, вы же видите, сколько комментариев. Но я читаю, очень много читаю. Но даже если что-то пропустил, поймите, что активность под роликом подразумевает продвижение этого ролика. А наш контент, ну, так, туго продвигается, потому что он нежелательный контент. Его так или иначе притормаживают. Не знаю, кто и какими силами. Но в рекомендации он с вашей именно помощью попадает. Когда вы сами делитесь, когда ставите лайки, когда проявляете активность. Вот поставить лайк под роликом, это одно. А хотите поставить 100 лайков под роликом, это возможно. Читайте комментарии и лайкайте понравившиеся. Точно так же эти лайки под комментариями YouTube воспринимает как полноценная активность. Как будто вы лайк под видео поставили. Имейте в виду, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok